Итак, я приветствую вас на своём канале Инфам и Инфам, и сегодня вот такой вот мейкап и прическа в стиле сороковых по запросу. Немножко как бы такое введение сороковые годы, все знают, что это Вторая мировая война в Европе, на всяком случае, и если мы говорим о стиле сороковых, то в основном идёт, конечно же, стиль американский, потому что американцы вступили в войну в самом конце, и у женщин была возможность за собой ухаживать, у них были всевозможные средства. Первая, мы говорим о эпохе пинап, и в принципе причесок довольно множество, я покажу, может, только пару вариаций, не буду останавливаться, знаете, у них ещё за завитками, но я думаю, для этого ни силы у меня не хватит, ни терпения. Что ж, немножко о макияже, как видите, у меня довольно так подведены брови, тени я использовала всего лишь два цвета, натуральный бежевый и серый, тоже не очень тёмный. И, конечно, очень характерны стрелки. Стрелки, можно, конечно, приклеить ещё реснички, я этого не делала. Фарфоровая белая кожа и красные-красные губы. Красный, бордовый, это всё в стиле сороковых. Я также использовала в один из образов платок, в принципе, я думаю, мы даже сделаем так, и будет совсем так, прям в сороковые годы. Так что, что же вам понадобится? Для прически вам понадобится лак, шпильки, невидимки, можете взять заколочки. Я накручивала волосы на попиётки. Можно делать и щипцами, и бигуди горячими, и чем угодно. Вот. Ну и для макияжа, в принципе, я вам сказала, два цвета теней, румяна, в принципе, всё, что обычно мы всегда используем для макияжа. Итак, кому интересно, можете остаться со мной, и продолжим, начнём наш образ. Итак, приступим к нашему макияжу. Как видите, я накрутила волосы на бананы или попиётки, как их кто называет. Использовала я для этого специальный мусс для локонов, то есть можете использовать, что вы хотите. И тем временем можно сделать макияж. Что ж, приступим. Я, наверное, начну с чёрного карандаша, любой чёрный карандаш, и проведу просто стрелки. Стрелочку, конечно, подведу чуть-чуть вверх. Поехали. Используйте кашу. Используйте кашу. Как находитесь кашу. Поехали. 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 Вот, так же подведу стрелочки внизу. Так, стрелки готовы, теперь приступим к основной части макияжа. В принципе, макияж очень легкий, потому что в это время многого разнообразия не было, то есть был очень такой вот натуральный макияж, просто что сильно подчеркивало это именно стрелки. Значит, как базовый основной цвет я буду использовать очень натуральный вот такой вот бежевый оттенок, вот этот вот. Возьму такую вот большую плоскую кисть и буду ею наносить. Предварительно я нанесла, конечно же, базу и подпудрила глаза, так что у меня уже основа готова. И вот так вот. То же самое с другой стороны. Вторым цветом будет серый. И я возьму вот этот вот серый оттенок. Вот этот вот серый. Набирать его буду вот такой вот кисточкой. Здесь немножко такой уголочек. И будет очень удобно делать эту часть макияжа. Все тени. Все тени я использовала матовые. В принципе, с тенями мы закончили, то есть осталось только накрасить ресницы. Я их подкручу. Конечно же, еще более, скажем, для ретро-лука подошли бы еще накладные ресницы. Так, красим реснички тушью. Итак, глазки у нас готовы. Теперь немножко оформим лицо. Я возьму вот такие вот румяна. И буду ими оформлять свое лицо. Для этого беру кисть. Примерно такую. Я обычно лицо так сильно румяна не оформляю, но в этом макияже это как раз необходимость. То есть, действительно, чтобы были видны скулы. Что ж, приступим к губам. Я уже нанесла на них бальзам. И сейчас будем использовать вот такой вот оттенок бордового цвета. Что характерно для 40-х годов, это, конечно, красные губы. Это может быть алый красный, это может быть бордовый. А я возьму темно-бордовый. Для этого первым делом я, конечно же, осветлю свои губки. И буду делать это с помощью консилера. Сверху их припудру. Беру кисточку для губ, для помады и заполню. Итак, губы готовы. Мы сейчас приступим к нашей прическе. Итак, губы готовы, так что приступим к нашей прическе. Да. Что же нам для этого понадобится? Лак для волос, всякие невидимки, заколки, все, что у вас есть. Все пригодится, думаю. Что ж, я теперь... Ох, нет, вот как-то... Так, я отдалюсь, чтобы вам было видно. Я думаю, что за такое короткое время у меня локоны не сильно еще закрутились. Но кое-что есть с этим и сделаем. Итак, все. На самом деле в 40-е годы было множество причесок. Сейчас мы все лаком зафиксируем. Самая важная часть нашей прически – это передние локоны. Так, причесок, как я говорила, была уйма. И, в принципе, всегда были локоны. Их как-то завивали. То, с одной стороны, то, с другой. Делали прически, потому что это время пин-ап, это время кино, это время Голливуда. В то время, как в Европе, конечно же, идет война. В Америке как раз в 40-е годы. Да, где у женщин все-таки была возможность за собой ухаживать. И были для этого, конечно же, всевозможные. Итак, значит, что я делаю. Вот моя передняя часть. Что вы видели. Кстати, я сделала пробор, причем пробор делался довольно далеко. Вот, примерно так. И сейчас мы эту прядь просто будем начесывать. Я специально взяла такую вот круглую расческу для начеса. Вот, и потихоньку буду делать начес. Еще раз вбрызнем лаком. Здесь я расчешу. Итак, теперь мы просто будем заворачивать и примерно, чтобы показать, как сзади, сейчас будем это закреплять невиденькой. Укладываем. Конечно же, если хотите, можно под ней что-то использовать, как какой-нибудь ролик или еще что-нибудь. Ну, как бы у меня есть, но я думаю, что, в принципе, этого хватает. Тем более, что я потом все равно распущу. И другую нитинку. Остальные волосы мы так же заворачиваем. Я буду использовать для этого заколки, но можно невидимками обойтись. И теперь вот так вот заворачиваем. Закрепила. И то же самое делаем с другой стороны. Волосы так же можно оставить распущенными. Я вам сейчас покажу, как это выглядит сзади. Можно же волосы, конечно же, собрать. Какой-нибудь обдул, как говорят на английском. Возьму просто обыкновенную резинку, но, конечно, лучше брать, которую не видно. Вот. Пользуемся всем, что есть под рукой. И я делала хвостик чуть дальше. И посередине сейчас заворачиваю. Вот. Еще раз. А потом я делаю потуже. И заворачиваю еще раз. Вот. Вот. Волосы, конечно, можно собрать каким угодно образом. Я, например, соберу вот таким. Вот. Конечно, все закрепляю. Дальше. Еще один пример. В это время было очень модно использовать всевозможные платки. Я сейчас соберу еще хвостик. Вот. И особенно, конечно, в горошек. И затем, как правило, девушки делали такую обдумь и завязывали на бантик наверху. Вот. Вот. Примерно так. Чтобы у вас все это не падало, конечно, надо закрепить невидимками. Или заколками. Вот. Вот. Примерно так это выглядело. Вот. Наш бантик. Очень важная часть. Вот. Как это выглядело. Что ж. Все я снимаю. И сейчас сделаю вот так. Делаем еще дворец. Хотя нет, заколочки я оставлю. В, какого через. И все застанье. В cu Продолжение следует...